То есть мы будем копаться в твоей сумке, Настя Мне нравится этот размер, потому что у меня сюда влезает даже валик Потом Неожиданно Для здоровья, особенно для женского, это необходимо Всем привет, это канал Таня Плюс Танцы Рада видеть вас всех снова И у нас сегодня в гостях Любимая наша Настя Леменько Привет, Настя Всем привет И мы решили сделать такой выпуск, потому что Вы очень интересуетесь творчеством Насте Занятиями, которые она с нами делится Точнее лайфхаками и упражнениями И я подумала, что будет очень интересно Поговорить о том, чем пользуется Настя В своей повседневной профессиональной жизни То есть разобрать ее балетную сумку Это такой, конечно, не новый прием Но все-таки у каждого человека все индивидуально И нам очень интересно, что сегодня у Настя То есть мы будем копаться в твоей сумке, Настя Да А тем, кому интересны не только физические упражнения Но и психологические Переходите на канал наших друзей Тренинги в трениках Там появилось несколько новых видео О психологических типах людей Как определить тип личности Свой или знакомых И как выстраивать отношения с людьми определенного типа Ссылка на канал тренинги в описании этого видео Вообще скажи, ты всегда ходишь на класс с чем-то большим Или у тебя все в театре? Да, у меня все время, несмотря на то, что Казалось бы, рядом раздевалка, рядом с балетным залом Но все время приходишь на репетицию Или особенно на спектакль Приходишь и огромная сумка Как будто ты идешь в поход Потому что ты никогда не знаешь А вдруг понадобится другая пара пуант Или вдруг тебе понадобится Что-то из мази Еще что-то И в принципе мы проводим очень много времени в зале И часто нет возможности даже Забежать в раздевалку Поэтому, как говорится, все свое ношу с собой Давай Свой дом Сумка-дом Сумка у меня правда огромная Я ее обожаю Она еще такая спаркл Кто-то из девчонок носит поменьше Но мне нравится этот размер Потому что у меня сюда влезает даже валик Ты мягкий? У меня мягкий Но у меня их несколько У меня есть один с шипами И есть еще один дом Который я в принципе всегда беру на гастроли Это Блэк Ролл Он очень легкий И внутри у него как бы есть такое отверстие Я туда еще что-то забиваю Но вот это в принципе тот, который у меня в театре Ты просто ложишься на репетициях Как ты им пользуешься? Когда? Ну я раскатываю спину Но чаще всего я ставлю один стул И вторую ногу кладу на валик И как бы тянусь с валика и со стула Ну еще как бы просто какие-то такие вещи Очень помогает, когда кладешь валик под ноги Вот так вот И в принципе очень хорошо тянет и кры Я такого не знала Вот смотрите, хотели покупать просунку И уже упражнение у нас созрело Но это даже не упражнение Это вот именно для расслабления Если жесткий валик и кладешь вот его на икры И вот между ног И это очень хорошо как бы Ну так вот болевые точки разминает И потом полегче становится Хорошо Хорошо, валик Это все понятно Валик, коврик обязательно Потому что он в принципе большой Чтобы не сидеть на холодном полу Я помню этот коврик На сцене ты лежишь на нем Да, это мой любимый ковер Он у меня еще с академией Он ездит со мной во все поездки У меня в принципе их много Но вот эти обезьянки Не знаю Поднимают настроение Да, обожаю Ну кстати, да Я заметила, что все балетные Всегда с собой носят какие-то вот кайковые Даже вот если они пришли Не знаю, на что-то такое короткое Они приносят с собой Какой-то полотенчик, коврик Ну в принципе это очень разумно Потому что все равно сидеть на линолеуме Особенно зимой Пускай даже отапливается помещение Я считаю, что это для здоровья Особенно для женского это необходимо А потом Неожиданно Я знаю, что это А кто смотрел выпуск про пуанты Вы тоже знаете, что это Кухонные полотенчики я использую В качестве вкладышей в пуанты Поэтому мне нужен целый рулон Они очень быстро изнашиваются Но это вот как раз Тоже необходимая часть И вот я ношу с собой прям целый рулон У тебя одноразовая, да? Ну не одноразовая Я могу одеть их раза два-три Потом они растягиваются И плюс это элементарно гигиена Но зато в гейнерах В принципе из-за того, что пластик Достаточно сильно потеет нога И это компенсирует вот это То есть эти платочки, салфеточки Они впитывают это все И там взял и поменял А не так, что вкладыши, которые тряпичные Тебе нужно или стирать Или как-то дезинфицировать То есть лучше Ну для меня это выход А кто не видел Как именно Настя упаковывает Свои ножки в пуанты С этими тряпочками Можете посмотреть выпуск Вот ссылка вверху в видео Переходите, смотрите Кто не видел еще Следующее Резинка номер раз Номер раз Сейчас такая Резинка номер два Номер три Номер пять Но они вообще бывают разной жесткости Ну как бы многие знают Как бы что делать с резинкой Но в принципе перед классом Ритуал это еще приучил нас Предыдущий художественный руководитель То есть закачать стопу Вот так Вот так Но это жестко, да? Ну она не прям жестко Я не люблю очень жестко Потому что Когда ноги еще холодные Не очень хорошо Это как бы слишком сильно напрягаешь связки А так вот она средней жесткости И ты вот именно как раз разогреваешь и закачиваешь Если я хочу закачать Я просто в два раза Плюс еще Это на самом деле Это давнейший еще такой лайфхак Как тянуть стопы Мне показал этот лайфхак Джулиан Макей А ему показал Леня Сарафанов Потом это все разлетелось уже среди балетных Там и Анька Оль так тянет стопы И Аня Ох у него тоже Вот Но это очень эффективно Я считаю, что это лучше, чем засовывать ноги под батарею Во-первых Батарею останутся в целости и сохранности Или под диваном Видят такого дивана, кстати, чтобы То есть вот так Ой, классное приспособление И регулируется это Можно туже, можно больше, меньше И вот так вот тянуть стопу А ты тянешь, да? Свои стопы тоже Да, конечно, я тяну Потому что у меня нету гор Светланы Захаровой И как бы это вот помогает Но еще плюс можно вот так вот это пальчики Еще в таком положении покачать Резинка номер раз Резинка номер два Но многие с ней знакомы Это фитнес-резинка Ну да, это для того, чтобы тянуть шпагат Это шапотовская Она уже супер древняя Я покупала ее еще, когда училась в академии Она уже такая видавшие виды Вот, но многие знают, как Типа Ну покажи что-нибудь Твое любимое Уже у нас, понятно, тоже был выпуск Но лучше повторить Повторение, мать Это любимое, да Я помню Это самое распространенное Ты вот так греешься просто, да? Ну, тянусь, греюсь Просто можно полежать Вот Также Вот предыдущий выпуск Да, внешний какой-то Показывала, как закачивать вместе с резинкой То есть это Смотрите выпуски наши старые Такой необходимый атрибут Есть аналоги в спортивных магазинах Они сделаны не тканевые Они просто как резина Но это просто немножко поприятнее Потому что она помягче Вот Но ты пользуешься по мере Как вообще ты ими пользуешься? По мере того, как ты Честно, по ощущениям То есть резинкой для стоп Я пользуюсь однозначно каждый день Иногда зависит от того Насколько позже, раньше Прихожу греться перед классом Если у меня есть побольше времени То я использую резинку Но в последнее время я прихожу В принципе, я привыкла приходить Где-то за 40 минут до класса Но в последнее время прихожу за 20 И мне 20 минут очень мало И поэтому я не успеваю потянуть с резинкой Хотя не мешало бы Так Тут есть такое вот Сумка в сумке Сумка в сумке Ну и девочка-девочка Косметика на всякий случай? Нет Резинка Резинка номер 3 Ой, это совсем уж фитнес-фитнес Но я ее одеваю сейчас на тандю Я одеваю на... У нас просто педагог задает очень много тандю Мы делаем три тандю И вот как раз вот именно для того, чтобы работать на закрывание Через сопротивление И на открывание через сопротивление В принципе, мне помогает Я посмотрела это у Полины Симеоновой Теперь пошли всевозможные... Гаджеты Гаджеты Это... Это вот фирма Blackroll Но сейчас в принципе много подобных мячиков и так далее Ну вот прокатывать именно бедра, спину Это вот альтернатива, если я еду куда-то в поездку И я беру маленький чемодан И я не хочу брать большой валик То я беру обязательно Blackroll Аналоги, короче Да, но когда я дома, в театре У меня все с собой Ложечка Иногда... Для чего? Ну я не все... Ей пользуюсь редко, но есть балерины, которые у нас часто используют ложечку Потому что бывает так, что пуанты действительно настолько плотно сидят на стопе То есть в принципе нас педагоги учили, что пуант должен быть как лайкровая перчатка Облегать твою ногу Иногда бывает сложно одевать пятку И вот... То есть ты стоишь и вот так, да? Ну можно и сидя, но точно так же, как обычный обувь, точно так же использовать для пуант Следующая Еще одна каталочка, это уже для стоп Для стоп, да, классно Да, мне нравится, что она деревянная Не знаю, ну и плюс она рифленая В принципе можно использовать и какие-то подручные средства Кто-то любит больше мячики, чем такую каталочку То есть это уже все индивидуально Я, кстати, не как-нибудь купить мячик? Вот такой мне нужен мячик Не могу нигде в пятерочке найти Говорят, в пятерочке в автоматах продается Я ее никогда не видела, но я знаю, что у нас многие ребята используют шарики, которые с колючками Их используют для стирки А они большие Большие и мягкие А вот мячик как раз для стоп Это вообще полезно всем У нас про это тоже и было И что это просто возминать Ну как бы это полезно, знаешь, прокатывать точки вот эти вот Но у меня есть, кстати, дома деревянный мячик Маленький Вот тоже хорошая стоп Он маленький и тоже он рифленый Следующее Ого Здесь у меня канифоль Я, в принципе, обычно не канифолюсь, но иногда коллеге нужно помочь Еще что-то Ты вообще даже когда едешь на гастроли особо не канифоль? Потому что у меня был горький опыт Еще я была маленькая И на конкурсе передо мной выступала корейская пара И они очень сильно наканифолились И я попадала на эти наканифольные пятна И я как раз вот из-за этого скользила То есть я привыкла доверять больше ощущениям Бывает, что очень скользкий линолеум И тогда для перестраховки я не канифолюсь Но я беру ножницы и вот просто очень сильно Как бы стараюсь почиркать стельку То есть сделать ее более такой шершавой А канифоль вообще вам выдают ее в театре? Ну ее не выдают, ее очень много лежит на сцене Ее прям высыпают огромными камнями Там целый мешок То есть у нас недостатка в этом нету Поэтому просто пришел, такой тихонечко наложил себе в коробочку Я хотела спросить, у вас в театре канифолятся Или у вас запрещено Или у вас какая-то договоренность Чтобы тоже такого не было В принципе у нас нету такого Что у нас есть какая-то договоренность Каждый делает как ему удобно Вот И в принципе у нас многие канифолятся Но я принципиально для себя поняла Что мне это не подходит И я не люблю Потому что иногда бывает, что ты сильно наканифолился И у тебя наоборот Прилипают ноги и ты вязнешь А потом, допустим, попал на скотч И тебя канифоль не помогает И ты все равно скользишь Поэтому То есть нет такой проблемы Чтобы у вас была очень скользкая Из-за того, что другие канифолятся Ну бывает так, что все равно Вот именно вот эти То есть тебе было нормально Но кто-то потом попадает на вот это На канифольное пятно И тогда скользко Вот Но вообще в принципе Это скорее проблема в пластике То есть именно линолеум должен быть Покрытие должно быть изначально такое Чтобы оно не требовало канифоля Сейчас у нас сделали Такой линолеум в одном из балетных залов Но это пока эксперимент А так в основном на сцене у нас достаточно скользкий И вообще у нас уже бытует такой Не миф, а сказание Что в Станиславском самый скользкий пол Ой, очень интересно Когда-нибудь сделать рейтинг Может быть Во всяком случае в большом Я точно помню, что таких проблем нету Когда я участвовала в международном конкурсе Когда я танцевала в тщетную предосторожность Я не помню такого И в залах тоже самое Когда я приходила репетировать С канифолью разобрались Следующее Это Тайская мазь Желчий ли яд? Винный Не, ну вообще-то Может быть какой-то яд Я не знаю Но я обожаю Как она пахнет Особенно вот эта желтая Мы заказываем тайскую мазь Всем театрам То есть кому нужна На каком-то сайте Да, на каком-то сайте И просто коллективно Они есть разные Есть зеленая Она больше холодит Как будто ей синяя Но я как-то поняла, что желтая У нее больше всего То есть я не могу сказать, что она прям греет То есть У нее, наверное, есть и немножко обезболивающий эффект Она и разогревает То есть именно Приводят мышцы в какую-то правильную кондицию Потому что особенно когда крибатура Я вот намазалась И я после этого себя легче чувствую Ну то есть она не такая, что ты помазалась А потом такой Ааа, дайте воды Дайте мне Не-не-не-не-не Я потому что однозначно не люблю все эти капсикамы То есть фастонгели Нет, фастонгели это противоспалительный Другой какой-то адский Они рассмазаны Они прям опасны И это вот прям экстрим-экстрим, я считаю Потому что, во-первых, водой ты не сможешь Во-вторых, у кого чувствительная кожа Можно получить ожог И мне кажется, что больше печет Как будто эпидермис Они прогревают мышцы А это вот именно более глубокого эффекта Это долго тебе хватает вот эта баночка? Да, достаточно долго То есть ей уже год Срок годности Не отвлекайся, говорит, долго Уже полбанки нет за год Ну, это еще ничего Я, по-моему, с кем-то даже делилась Да, молодец А, ну вот тут рисунчик Тут кого-то есть имбирь Я не знаю Вот, следующее Вот это просто мой наркотик Это вот просто Салон-пасс У нас аналогов нету Мне привозили из Японии Или я сама закупалась в Японии Этот спрей тоже бывает Немножко разные варианты Есть какой-то, который больше холодит Больше разогревает Но в целом Просто он дает ощущение Таких легких ног Потому что он с ментолом И плюс его можно распылять Через стрекот То есть тебе не нужно снимать То есть, допустим, ты между вариациями Забежал за кулисы буквально на сколько-то Секундочек И ты чувствуешь, что у тебя сводят ноги Или чувствуешь усталость какую-то И тебе нужно чуть-чуть вот как-то себе Помочь, подбодрить И так далее Класс Откуда вообще все для хобби? Во-первых, вы покупаете Это же не для балета Просто у них это все очень популярно, да? В аптеках у них это все продается Да, это не для балета Но это, в принципе, спортсмены этим тоже пользуются И как вы это все находите? А я не знаю Это передается из уст в устав Вот эти знания Секреты Вот, и как-то вот Когда первый раз я была в Японии Кто-то из артистов из старшего поколения Рассказал, что вот Саун-пасс обязательно бери Я попробовала и все, подсела Надо вот Скоро заканчивается Надо в Японию ехать Надо в Японию, да Зовем Настюка строли в Японию Здесь какой-то лежит у меня грызочек тейпа Пользуешься тоже, да? Тейпом иногда пользуюсь Вот сейчас, допустим, у нас идут современные балеты И босиком танцевать я не могу Потому что часто нужно проворачиваться на подушечке И я вот заклеиваю тейпом вот эту часть Чтобы именно хотя бы как-то скользить Потому что кто-то привыкает именно прям босиком-босиком танцевать Но я поняла, что это не моя тема А вот именно если за что-то болит Ты когда-нибудь сонас приклеила? А, да, однозначно У меня было такое, что у меня было воспаление надкостницы И вот здесь у меня прям была такая шишка И я, в принципе, вот такой вот небольшой кусочек приклеилась сюда И вот в этой воспаленной зоне я тейп больше натягивала И за счет этого тейп приподнимает кожу И там увеличивается циркуляция крови И за счет этого как бы это место быстрее восстанавливается И заодно и снимается нагрузка В принципе, вообще кинезиология и то, как клеить тейпы Это огромная наука И часто вот можно заметить и спортсмены этим пользуются Сейчас и артисты балета тоже И вот тейпами можно, во-первых, снять какую-то излишнюю нагрузку Как-то предотвратить какие-то травмы Или, допустим, если у тебя уже была травма То можно как-то это все улучшить и помочь себе И плюс еще, допустим, у ребят, когда проблемы со спиной Тоже клеют тейпы, это вот снимает Я просто всегда было интересно, как вы это Ну, то есть ты просто сама читаешь Как ты понимаешь, как правильно клеить тейпы? Мне, слава богу, мне помогал массажист Он мне рассказывал, как делать И плюс я хожу на пилатес И там девушка тренера Она отучилась на курсах кинезиологии И я вот к ней несколько раз приходила И она вот, я ей задавала вопросы Какие у меня места меня беспокоили Там, допустим, колени, стопы, еще что-то И она мне рассказывала, как правильно клеить Потому что если приклеить неправильно То это будет абсолютно бесполезная отрата тейпа Хорошо Ну, это вот огрызочка Если вам интересно вообще, как клеить тейпы Я давно думаю об этом выпуске Не знаю, насколько можно это видео рассказать людям основы В принципе, видео можно найти в YouTube Потому что я не могу сказать, что я специалист То есть я по каким-то своим точечным моментам знаю, что мне нужно Вот, но лучше все-таки обращаться к профессионалам Но я думаю, что это необходимые знания Я тоже подумываю об этом выпуске Так что пишите, интересно ли вам Или уже этого так много на YouTube Что можно и не снимать Ну, можно, мне кажется, было бы пригласить Какого-нибудь специалиста И попросить сделать как мини-мастер-класс И пройтись по каким-то основным моментам Так, ты подожди, ты уже убрала косметичку, все? Мы ее опустошили? Да, ее опустошили Хорошо, проверяем Ничего от нас Ага, там что-то есть Нет, ну там есть, но там я решила не доставать Это, короче, зубная нить Но это я использую ее в качестве Нитки Нитки, да Кто не видел, как Настя сьет пуанты Тоже был такой выпуск И там про эту нитку Ну, потому что она более прочная И легче ее вставлять в ушко Вот Термис А, я такая совершенно не понимала, что это, думаю Нет, это термос Красивый Мне он нравится, потому что я могу сюда именно листовой чай заваривать Вот, не в пакетиках И плюс у нас театр Многие артисты стремятся меньше использовать пластика Да, я хотела об этом спросить У вас какая-то пошла волна, да? Да, это, в принципе, идея была Ксюши Шевцовой И стали в театре заниматься тем, чтобы перерабатывать пуанты Потому что гейнеры, не знаю, на сколько процентов Мне кажется, процентов на 70 состоят из пластика И представьте, сколько за год целая труппа выкидывает пластика И решили этим заниматься и привлекать другие театры Поэтому также можете посмотреть видео, как это делать у меня в инстаграме Или сейчас вышел тоже выпуск о переработке пластика на лаперсон Вот, поэтому я считаю, что нужно об этом задумываться И вот хотя бы иногда стараюсь тоже думать про элементарные стаканчики То есть об этом должны, мне кажется, думать большие организации Чтобы меньше использовать пластик Пускай все своими кружками ходят Я знаю, что в Германии в театре, в главном штат Берлиде Они даже сделали такую систему, что есть как раз кружки Либо театр это сделал И вот они приходят, покупают и им наливают в их кружки То есть, чтобы как раз сейчас это мировая тенденция Ну это, конечно, правильно, я тоже согласна Потому что сейчас выкидывается столько пластика Там постоянно все ходят со стаканчиками кофе из кофейни Даже когда можно просто... Даже когда вот... Посидеть в кафе можно, да? Да, да И поэтому, мне кажется, мы должны в этом моменте быть осознаннее И помогать, пускай, с миру по нитке Но хотя бы какой-то вклад делать А куда это... в России перерабатываются ваши планты? Честно, я не знаю, куда будет направляться этот контейнер Но вот Ксюша, она прям такой инициатор Она нашла компанию, которая будет забирать... У нас стоит огромный бак Будет забирать этот бак и перерабатывать В принципе, я думаю, что этот пластик, конечно, отличается Допустим, от пластика, из которого сделаны бутылки или стаканчики Но я думаю, что если каждая балерина, кто носит гейнер-минден Задумается, и будет хотя бы пластик выкидывать вместе с бутылками Это уже будет какой-то плюс Друзья, на канале появился курс 10 шагов к станку О том, как подготовить свое тело к занятиям у станка Да и вообще, с чего начинать заниматься любой хореографией В курс уйдет педагог Ксения Коренчук Который вы помните по очень познавательным и очень полезным выпускам Подписка на курс стоит 300 рублей в месяц И в месяц выходят два полноценных занятия Чтобы подписаться, можно либо нажать кнопку «Спонсировать», которая расположена рядом с кнопкой «Подписаться» вот здесь Либо перейти по ссылке под главным видео на странице А также вы можете посмотреть короткую выжимку, как проходят занятия вот здесь Переходите, подписывайтесь и будем вместе развивать свои данные Этот курс будет полезен не только тем, кто готовится заниматься к станку Но и тем, кто уже занимается даже очень много лет Уж поверьте, на себе испытано Дальше, балетки Ты ими пользуешься? Можно сказать, что я ими не пользуюсь Это я не знаю уже сколько им лет Я их вот одеваю очень редко, когда какие-то современные постановки Потому что я класс делаю в основном в пальцах Не в основном, а я уже точно года два урок делаю только в пальцах Вот, потому что у меня очень большая косточка на стопе И мне в мягких очень больно, да Поэтому... Ну они у меня есть У тебя на одной ноге тоже косточка, да? А? На одной ноге косточка? Нет, у меня набег Увы, да И вот балетки у меня сейчас с собой, потому что сейчас мы репетируем «Маленькую смерть» Мы, конечно, танцуем там босиком, но вот первые репетиции я пока репетировала в балетках Гетры? Ой, красивые Про балет? Да Гетры это прям необходимая часть гардероба, мне кажется, любой балерины Потому что штаны разогревочные ты не можешь одеть вместе с пачкой А шерстянки ты одеваешь и ноги греются И очень важно сохранять тепло То есть каждый артист балета, каждый спортсмен знает, что важно, чтобы мышцы были в тепле Для того, чтобы сохранять эластичность, для того, чтобы быть готовым к репетиций Вот А ты их разогреваешь, ты снимаешь или ты оставляешь? А когда как, зависит от ситуации Но вообще я стараюсь разогреться, потом снять и еще догреться своим телом То есть перед выходом на сцену я не до последнего момента стою в разогревочной одежде Где-то минуты за 3-4, может 5 я снимаю всю разогревочную одежду И вот именно, чтобы почувствовать тело уже в таком состоянии, как ты будешь танцевать И не так, что ты в последний момент снял и пошел И тебе там чуть колют или не дай бог Вот Две пары пуант Разные? Они разные, да Одни прям мягкие Я иногда в них делаю класс Но сейчас я даже класс делаю в принципе тоже в более жестких Потому что сразу, чтобы прорабатывать на баланс, чтобы стопы больше работали Но мягкие пальцы я могу одеть на какие-то длинные репетиции Когда я знаю, что мне нужно находиться в них часа два И тогда вот хочется как-то лишнюю нагрузку со стоп снять И мягкие, жесткие Но они визуально мало чем отличаются Ну и в пальцах я добавляю еще, одеваю вот эти штучки Это как раз вот для того, чтобы Ну как распорка, да Раньше я могла без них, сейчас уже нет Вот, в общем Иногда у меня бывает, что не две пары пальцы с собой Иногда бывает и четыре, и пять Потому что иногда, когда готовлю ведущие балеты Иногда сложно определиться, в какой паре я буду сегодня репетировать Какие-то более удобные, какие-то менее Это вот всегда проблема выбора Вот, поэтому Соответственно, сумка иногда весит просто тонны И думаешь, ааа, боже, я хрупкая девочка Отпускаю просто Ну и тут уже осталось на самом деле немного Это влажные салфетки для снятия макияжа Они у меня здесь лежат, потому что, естественно, я эту сумку беру с собой на спектакль И после спектакля частично снимаю грим, допустим, влажными салфетками Остальное снимаю молочком Ты сразу снимаешь после спектакля? Когда как, допустим, если я спешу, конечно, я могу, допустим, что-то вот самое яркое снять И там, допустим, тушь оставить, еще что-то Всегда по ситуации Ну, конечно, когда ты провел в интенсивном макияже 3-4 часа И, естественно, хочется это все быстрее смыть Потому что кожа все равно устает И есть вот такое состояние, что вот как будто это тоже как нагрузка Вот, и это вот, наверное, последнее, да, это последнее, что есть в моей сумке Это вот такой маленький талисман Это, наверное, года два назад перед моими гастролями в Мексику Подарил мне мой педагог Виктор Герхардович И вот этот человечек улыбающийся все время со мной в сумке Хорошо Вот такая вот содержимая, все по делу, ничего лишнего, как говорится, нет Да, очень интересно Спасибо, Настя, что показала нам все Раскрыла все свои секреты Да, в своей сумке Ну, у всех это индивидуально Но, в принципе, многие интересуются, что наполняет ежедневность балерины Вот, это самые необходимые вещи И каждый день ты с утра думаешь, ну, каждый день немножко меняется, наверное, да, содержимое? Нет, в принципе, вот эта сумка, она вот как заполнена, как вот эти вещи сложены Они так и остаются Иногда добавляется одна пара, пуантом, естественно, чай освежается А так, в принципе, вот эти вещи, они всегда с собой Пишите, что вы думаете, какие у вас вопросы к Насте остались по содержимому Может быть, что-то недопоняли и интересен ли вам был такой выпуск Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм Насте Подписывайтесь на мой инстаграм Все это внизу в описании Оставайтесь с нами И пока-пока